всем доброго времени суток сегодняшнем видео уроке мы с вами сделаем вот такой вот шарик или мячик кому как больше нравится с прозрачными вставками который будет еще и крутиться и двигаться так как мы ему зададим итак я это закрываю сворачиваю и приступаем нашему шарику для начала мы создадим новый документ я захожу в файл создать и выбираю здесь ширину 300 и высоту 300 пикселей разрешение 72 пикселя на дюйм вот у нас такой маленький можно сказать квадратик получился давайте сделаем его немножечко побольше я просто растягиваю окно рабочее и колесиком мышки увеличу так чтобы нам удобнее было работать теперь вот этот слой который у нас есть прозрачный давайте зальем любым градиентом здесь это совершенно не важно это будет у нас фон поэтому я выбираю вот пример у меня есть вот такой вот выбрала я градиент от центра иду к уголку и вот у нас появился вот такой вот градиент теперь нам нужно сделать полосочки из которых будет состоять наш ну давайте назовем его мячик для начала мы добавим новый слой нажимаем левой кнопкой мыши по вот этой вот иконке и у нас появился новый слой теперь берем инструмент выделения и рисуем прямоугольную область можно шире можно уже это уже на ваше усмотрение теперь нам нужно залить ее каким-нибудь цветом ну давайте возьмем зелененький вот такой вот я выбрала цвет теперь беру инструмент заливка и заливка и заливаю этим цветом для того чтобы наши полосочки были сплошными и не было никаких пробелов мы немножечко трансформируем их для этого я захожу в редактирование трансформирование масштабирование и вот так вот нажимая левую кнопку мыши немножечко тяну теперь переместим ее так чтобы края были видны и давайте чтобы у нас вверх и низ были закрыты мы сделаем так чтобы наша полосочка выступала немножечко за наш квадрат мы ее переместили нажимаем клавишу enter и идем дальше теперь мы возьмем инструмент перемещение нажимаем клавишу alt на клавиатуре и левую кнопку мыши и перетаскиваем эту полосочку ниже отпускаем левую кнопку мыши у нас получилось теперь уже две полосочки точно так же делаем третью и четвертую и в самом конце сделаем так чтобы она немножечко перекрывала наш документ вот у нас получилось 4 полоски выделение мы можем отменить для этого заходим в выделение отменить выделение теперь нам нужно сделать из этого сферу заходим в 3d новая фигура и слоя и ищем тут сферу вот у нас получилось вот такая вот сфера теперь нам нужно сделать текстуру для нее для того чтобы вот эти вот белые поля были прозрачными для этого дважды нажимаем на вот этот вот слой левой кнопкой мыши вот у нас получился отдельный документ слой добавляем к нему еще один слой нажимаем левой кнопкой мыши на создание слоя теперь нам нужно перетащить этот слой под слой с полосочками мы зажимаем левой кнопкой мыши этот слой и просто тянем вниз перетащили и отпустили левую кнопку мыши заливаем этот слой черным цветом выбираем черный цвет берем инструмент нажимаем заливку и залили теперь нам нужно чтобы вот эти полосочки стали белыми на вот этом черном слое поэтому мы становимся на вот эту вот иконку зелеными полосочками нажимаем клавишу control и щелкаем по иконке видите у нас вот эти полосочки выделились появились вот эти муравьи это говорит о том что эти полоски выделены теперь мы выбираем белый цвет инструментом заливки заливаем но мы ничего не увидели почему потому что наш слой вот этот включен если мы его отключим то мы увидим что на нижнем слое у нас черно-белые полоски получились мы должны сейчас отменить выделение заходим выделение отменить и вот в таком виде нам нужно этот файл сохранить заходим файл сохранить как у меня это слой 25 здесь мы обязательно выбираем расширение psd и сохраняем там где нам это нужно я ищу у себя на компьютере папку в которую хочу сохранить это все и сохраняем теперь это мы можем закрыть это нам больше не нужно возвращаемся к нашей сфере теперь нам нужно зайти в окно 3d и вот здесь теперь будем работать находим в этом окне материал сферы нажимаем на него левой кнопкой мыши и вот сюда в непрозрачность вот в этой папочке ищем загрузить текстуру ищем нашу текстуру которую мы только что создали у меня это слой 25 вот она нажимаем открыть и видите что что у нас получилось наша сфера практически готова но единственное что мне не нравится что она вот такая вот однотонная давайте немножечко ее приукрасим для этого добавим глянец вот сюда поставим 30 процентов добавим блеск давайте 40 процентов поставим и чтобы она стала у нас совсем красивой давайте изменим цвет заходим вот сюда вот в фильтр стоим на бесконечный свет 1 и вот здесь вот в наборах давайте поставим мардигра видите как он сразу преобразился если вы хотите другой цвет вот пожалуйста здесь можно выбрать синий вот багрянец то есть вы можете здесь поискать поэкспериментировать выбрать любой цвет который вы хотите но я хочу выбрать пока мардигра вот у меня так написан здесь я его выбираю интенсивность 1 то же самое можно сделать с бесконечным светом 2 но меня пока устраивает это поэтому я менять здесь ничего не буду здесь также вы можете посмотреть цвет любой поменять вот пожалуйста желтый можно красный тут же оно все отражается у вас ну мне кажется что тот который у нас был самый оптимальный мне он нравится больше поэтому я оставляю можно еще посмотреть бесконечный цвет 3 но опять таки я же говорю что я оставляю все это по умолчанию а вы можете посмотреть и выбрать для себя то что вы хотите я немножечко уменьшу нашу картинку чтобы лучше видно было теперь давайте сделаем анимацию этого шарик как сделать анимацию 3d объекта вы более подробно можете посмотреть в моем видео уроке создание и вращение 3d объектов ссылочка будет на моем сайте чуть ниже поэтому я особо останавливаться на этом не буду просто начинаю делать анимацию не особо вдаваясь в подробности итак в параметрах документа я делаю заказную здесь 15 ставлю 6 секунд здесь мы открываем второй слой положение 3d объекта и делаем ему анимацию вот мы сейчас так быстренько ее сделаем более подробно еще раз повторяю вы все это можете увидеть в моем видео уроке создание и вращение 3d объектов и смотрим что у нас получилось вот наша сфера движется вращается то есть то движение которое вы хотите вы можете ей придать если вам нужна эта сфера без фона вы просто отключаете вот этот вот слой нижний и сохраняете идем в файл сохранить для веб и устройств вот он грузится шифрует и просто сохраняем нажимаем кнопочку сохранить и ищем папку куда мы ее сохраняем я думаю что эта сфера может пригодиться вам и в программе pro show producer как дополнительное украшение и так сегодня мы с вами научились делать вот такую сферу с прозрачными вставками которая еще и вращается на этом наш урок окончен всего вам доброго до новых встреч с в Продолжение следует...